Всем приема доброго времени и суток, это канал Лэйзи Дмитрий, ленивый... Ах, ленивый я... Ну что, Wolfenstein The New Order Напоминаю, что ссылка на плейлисты группы ВКонтакте в описании под видео С вас лайки, дизлайки, подписки без отписок, комментарии с меня, контент, извиняюсь за свое сопение Продолжаем, ну точнее начинаем Новая игра Хе-хе-хе, папа, можно поиграть Не бейте меня Подходите Я воплощение смерти Давайте не будем выпендриваться Это я точно не потяну для героев Я неопытный Вот да, для обычных игроков Это я, это ко мне Я обычный игрок, даже немного хуже Мне снится запах барбекю Крики детей Собачий лай Собачий лай Вижу кого-то Не пойму кого Простые понятные мечты Все это Не для меня Чего ты взял-то? Как раз для тебя это все Мой мир рев моторов Солдаты Или темнота Или бой О, здрасте Ага Подъем, Бласковец Поддержись, штурвал Мне отлить надо Ты уверен Черт Зенитный огонь Словно Словно по минному полю летим Нет, не сейчас Бласковец Весь технический отсек Перекрой трубопровод шестого двигателя Ой, так Как-то рисковато Ну ладно Шестой Ах Инструменты Шкафчики Как садиться А, КТ-руил Да, вон А где шкафчик-то? А, во! Все, взяли? Да погоди ты Все, сейчас прямо горим Ай-яй-яй Все, все, затушил, затушил Ну так не теряй ты ее Ты его вместе со мной сбрасывать? Ага, давай А как сбрасывать балласт? Куда надо жмякнуть кнопкой Е? Ага А, понял Скрич Сейчас, сейчас все отправлю Что-то нет Скажет, балласт Полезные вещи, а не балласт Балласт Ваши из-за кабины О-кай Shift Так, слушай, ну днюшка Надо немножко Вот так вот Чувствительность Эй! Больно же! Да, я там живой Зиняки, они бьют из крепости черепа Слушайте, а можно еще? Так, звук Субтитры Только иностранная вещь Все, ну нет, только иностранные А размер субтитров Никак, да? Ага, графика полноэкранка Можно чуть-чуть повыше сделать Угу Я всегда надо чуть-чуть повыше Какого черта? Что? Фрицы! Жил кто или бласкивать? Пошел Только наш книзу Эмм Окей А наш это кто? Это наш был или враг? Так Эй! Интересный тир Кто на таран идет? Ай! Я помер? А нет Смерть снова стучится в дверь Зовет меня Подожди Косая Почему косая? Может с косой? Сначала надо войну выиграть Обычно без носа говорят Валчер-1 Валчер-1 Прием! Валчер-1 Шо Держи аптечку Съел Во что ты взялся? Глупый ты? Шотландец Кондор-9 Валчер-1 Куда ты лезешь? Не могу Валчер-1 У меня внутреннее скольжение, надо выйти из строя. Постранись, Фергюс. Понял тебя, Рэндал. Рэндал. О, нет. Баскет, убери, Ардар. Тинизерчак у мигающих индикаторов. А, чё? Куда? Кажется, я знаю, в чём проблема, Кондор-9. Выжжет дым и утечка жидкости. Эллерон, твоём хана. Да, управляйте как бетонный холодильник. Фергюс, спасибо за... А, чёрт. Кондор-уханан. Чёрт, отоживайся, там транспорт. Как думаешь, сможет? Давай, парень. Эй, я не хочу. Не, ребят, чё-то это совсем из-за разряда невозможно. Ну, ай. Нажал. Типа, 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 типа. Не роняй меня. Держит. Ну, чё, что не проход-то такая, а? Где, блин, наш не пропадал, а? Да иду, уйду. Может, читайте сами эти субтитры. Давай-давай, вставай. Ты молодец. Приди в себя. Всё нормально? Вот так, да? Давай-давай, приходи в себя. Мы ещё живы, как ни странно. Ящиками кидаются. Извините, что я тут чаёк попиваю. А за что держаться-то? Я бы держался. Так вокруг нет ничего активного. Прям-таки в полную. Это какая-то очень альтернативная история. Она меня съесть хочет. Чё, ответить надо, да? Да, нас тоже. Это клёвая псинка. Ну, пулемёт должен справиться, да. Так, секундочку. А есть у нас озвучка русская? Устройство... Нет, похоже, нету, да? Ну, здесь нет. Ну, ладно. Ну, пошли. Ага. Чё это вообще? Эм. А, в этом смысле что-то первое не получилось. Надо был, надо был. Ну, кто же знал. Куда же мы плывём, а? Плывём, а мы плывём, а? Зря вынажнул. Какая здоровенная Шагоходина. Шагоходина. А вот и пулемёта. Ку-ку. А можно ещё вот таких? Эх, не дают своих стрелять. Что за жизнь? Даже предателям сделаться не дают. Панцерхунд. Да, мы такие. Не, не хочу отстать. Давай, жги. Думаю, что угол 10 сделаю. У меня пушку. У меня тут, по-моему, убить пытаются. О, спасибо. Хорошо, Елен. Не забывайте машинку. А, где мы будем? А, как пользоваться? Играет музыка. Играет музыка. И чё? А зачем мне двигаться? А чё я сюда слез? Эм. Эй! Крепкий хмырь. То есть чувак типа держал там дверь, да? Айси ю. Чал, я не хочу втип... Если вы, ребята, думаете, что я буду с вами устраивать честный мордобой, то вы сильно забуждаетесь. Я-то ещё крыса, которая очень любит атаковать. Попал, что ли? Хрен поймёшь. В руль попал. И нет. Наши уже тут подгудки взялись. А Игорю? Охренеть. Охренеть. Вот это да! Вот это хреновня. По-моему, ему глубоко... Поэт сам... Глубоко неинтересно. Всё то, что я пытаюсь ему сказать. Клал он большой и толстый болт на все мои попытки. Так, а это куда? Ухренеть. Да чё делал тут? чуть-чуть сейчас был никакой буквы ничего не вылезал чуть-чуть нажимать какие забавные песики нам точно сюда судя по звуку я им попал прям в колокольчик крайне мере запел он явно дискантом я знаю что ты там скотина а там наверно такой же залага, да? Вроде попал, куда попал не знаю, но попал это говорит не война, это апокалипсис ой нет, ну хотя любая война на самом деле апокалипсис так-то будем честны о, пистолет пистолет у нас так, кран так на единичку, нож на тройку не хоренася ты нам дальше что? что мы вообще делаем, кто-то в курсе? я что-то так иду хорошо двигаюсь, двигаюсь, куда двигаюсь, хрен знает, но двигаюсь, ладно пошли дальше куда-то наверно идем куда идем, просто узнать что за офицеры где же я тебе возьму офицер? что значит убиваете офицеров? вот тебе и задача ну если так пойдет и дальше, хотя это стартовая локация, скорее всего тут по умолчанию не очень сложно я просто хотел сказать, что если так пойдет и дальше, что можно будет это ну, переключить на более сложный уровень, но блин, я понимаю, что реально же стартовая локация тут в общем-то не должно быть особо сложно сюда или туда, хрен поймешь я не понимаю, подождите тут же есть проход и куда он? и зачем он? какая-то карта дополнена да, взрывчатка нужна вот это какая-то она а это тогда что? там спуск какой-то ладно, а здесь что? так чисто за пушкой что сходить? ух ты ни ху-ху себе да вот это да как у меня классную штуку подогнали э э э но, не, не-не-не ну э, алло ну па раз, два, три, четыре пять я иду искать ой надо было дальше уходить а у меня еще и карта есть ёлки-палки какая прелесть где я сохранился в последний раз. вообще хороший вопрос сейчас посмотрим. где-нибудь я сохранился. осталось только понять где. а, даже так. ладно, недалеко. а, прям перед ним что ли? как удобно. караул эй, пулемет отдайте! олехо! нет, ну это, конечно, все замечательно а это тогда куда ведет? я что-то не понимаю или это альтернативный маршрут? слушайте, а можно мне нормальное оружие? это, конечно, охренеть как круто с двумя пушками в каждой руке, но это как-то... это явно не здесь надо использовать тише что-то хрят Ну вот, мне это сикли. Честно скажу, было несколько неожиданно. Ух ты, ух ты. Ну, сука. О-ку. То есть, понятно. Если не справляться с офицерами, то они вызывают подкрепление. Видимо, вызывают его безостановочно, судя по всему. То есть, пока ты его не грохнешь, он будет его вызывать. Здесь, я так понимаю, взорванный мною проход. А, то есть вы хотите сказать, что тут типа нелинейность. То есть можно пробраться в одну и ту же локацию, так сказать, разными маршрутами. Какая любопытная хрень. А, мягкий знак. Разберемся. Наверх, судя по всему. Куда-то. Или нет? Я не знаю. Я взял пулемет и иду. Ух ты. Это же камера наблюдения. Ни хрена. Какая клевая. Ты же? Какая клевая. Какая клевая. Что это... Это же прям тир. не угадал то есть чтобы ее перезарядить надо поставить на эту на 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 эту самую ночью на чем она стоит и тогда будь нам счастье ясенько ясенько нашел чуть-чуть еще чуть на хомячил не дайте точнее фрау фрау точно блин реально камера черт побери вот так вот сразу а поговорить идите сюда ребят а то че все я к вам да я к вам то есть понятное что я вас атакую но я атакую но вы же защищаетесь это нечестные гранатами не кидался да кто-то очень хотел сюда войти но не знал как дверь открывается попал вроде попал непонятно правда куда попал вроде куда надо молчит не дергается а вот до сюда ее можно было допереть до эту пушку и тут перезарядить ну чел хорош завязь нет приятель а можно еще в какой бахнуть ну видимо все а эту пушку чтобы нельзя взять нет жалко а дальше куда спасибо открыли какие хорошие так сказал хорошие ты взял и всю статистику испортил стыдно я вас в милых ребят можно сказать только что мечта фюрера принести человечеству мир берлин 10 июля 46 на карту поставлена судьба человечества в редчайшем эксклюзивном интервью наш возлюбленный фюрер рассказал военных успехов о качествах благодаря которым немцы являются избранной высшей расой фюрер поделился с нами пророческими словами об облике земли после войны не сомневайтесь я желаю принести человечеству мир и за это готов сражаться насмерть я для меня знакомая риторика где-то я это уже слышал хотя нет вряд ли вряд ли что глупости говорю не тесно что не сделали что-то я пытался сделать ну что поймись а сейчас с ножами тут я самый страшный вот простите ребят никаких гранат с ума сошел гранаты говорит совсем охренел подождите а что я нажимал вижу что-то нажимал ну я же что-то нажимал эй а что я нажимал я же нажимал какие-то рычаги и наверное это делал не просто так непонятно может скажут а может и не скажут какая разница пошли дальше там разберемся или не разберемся так и останется величайшей тайной неизвестно зачем непонятно на кой письмо оскара а как а о я же нажал а вот это письма а вот адресат генрих шварц тринадцатая дивизия татанкопф дар эссалам танго ника дорогой генрих надеюсь что письмо застанет тебя в здоровом здраве я сижу на крыльце у входа в госпиталь куда меня направили на лечение одна симпатичная медсестричка выкатил меня на свежий воздух чтобы я смог тебе написать говорит она из мюнхена волонтерша тут у нас в дар эссаламе близится пол полник с моря дует прохладный ветерок он приносит собой запах рыбы гниющих водорослей а еще этот невыносимый запах горящих трупов вид отсюда открывается просто восхитительный я нахожу африку во многих отношениях чудесным местом здесь дышится свободно в воздухе витает дух приключений если угодно жаль тебя здесь нет и ты не можешь этого ощутить генри впрочем здесь я видел такое о чем бы предпочел забыть помнишь я как-то сказал тебе что никогда не пожалею о том что решил бросить учебу и пойти в армию если говорить нечистоту в моей жизни был момент полнейшего отчаяния когда я проклинал себя за это решение я до сих пор раздумываю правильно ли тогда поступил но если бы я остался в университете раз не казалось бы мне сейчас мое существование ровно таким же бесцельным кстати как там эльза ты с ней разговаривал ты видел я быть может на кампусе на улице или на берегу реки где мы любили рабачить наверное мне не стоит тебя потом спрашивать но когда на пустыне опускается ночь я думаю они эти мысли меня утешают фух тяжело сносить такую жестокость некоторые ребята не выдерживают они считают что нам нечего здесь делать я понимаю почему они так говорят особенно те из них что помоложе им страшно понимаешь они боятся партизан этих дикарей месяц назад мы пересекали джу пустыню я пилотировал вольфен танк нас было четверо экипажа я хаус вольф гюнтер и келлерман ты видел эти танки собирают мастерской самого генерала трассы они работают на атомных реакторах и нас и на них самое современное вооружение идите взвод вольфен танков может мгновение ока сравнять землей целую деревню сровнять но есть они сравнивать не через заразе пофигу но есть то против чего эти машины войны бессильны то чего в пустыне всегда в избытке песок мы оказались не готовы где-то на подходе к границе стан гоникой блин нас на тело песчаная буря че щит на минуту песок был уже везде он забивался в двигатель че щели в корпусе и танки глохли один за другим мы были вынуждены остановиться пришлось разбить на этом месте лагерь нас в отделении было 20 человек мы по очереди держали караул да пипец куда столько текстов последней ночи меня разбудил душераздирающий крик я выбежал из палатки в лагере творилось какое-то безумие мы обойти бегали по кругу точно курицы которым отрезали голову а темнокожие люди эти дикари в кожаных повязках с размалеванными краской лицами с глазами сверкавшие в темноте эти дикари сновали по лагерю резали наших я видел как спорили брюхо гюнтур он пытался нажать рану кишки проскальзывали между пальцев он из дикарей выпрыгнул передо мной из темноты и порнул меня ножом в живот я успел выхватить пистолет и застрелить его я вытащил ножки пополз прочь из лагеря когда смог встал и побежал преследуемый по пятам ужасными криками потом мне рассказали что дикари убили не всех несколько человек они взяли в плен чтобы пытать а мертвых подвесили за ноги выпотрошили отрезали им половые органы и запихнули им их в глотки так что теперь ты понимаешь почему многие из нас пали духом и пожалуй трудно ребята в этом видеть я однако не поддамся этой слабости как бы ни было сильное искушение я буду отстаивать свои убеждения и идеалы нашего вождя наша раса сильнее мир должен принадлежать нам я надеюсь ты по-прежнему веришь в это так же сильно как я твой друг оскар вайс мюллер 72 вольфентанской дивизии что-то там если встречать шельзу передаю что я люблю ее как прежде десе и чуть-чуть блин вот это портянка текста с ума сойти куда вы столько на хрена чили блин так давайте мы сейчас дойдем все таки я знаю что ты там я знаю что ты там скотина вылезай влезай на атомных грит-реакторах ни хрена себе танки а ну-ка иди-ка сюда ку-ку в кого стрелять да да нет ну так мы можем здесь сохранится контрольная точка да но скорее всего где-то тут я и сохранился ну давайте да будильник прозвенел надеюсь что где-то тут несложно запомнить вот около этой пушки ладно здесь стопорнемся ну-ка а иначе последний контрольная точка сейчас секундочку посмотрим откуда он скажет но пока что не сказать что сложно возможно я потом поправлю все-таки уровень может быть даже со следующего видео я уровень сложности подниму на один вверх хотя опять же возможно это всего лишь так как я против прочитал что это вроде как пролог тут самое начало может быть из-за этого хотя черт узнает ланч посмотрим попробуем она нам вот отсюда начинать но все замечательно ладно тогда на этом и стопорнемся ну и на этой плюс-минус положительной ноте за исключением того что у фрицев танки на атомной тяге это не очень хорошо ну а в остальном в общем всем огромное спасибо за просмотр ссылка на плейлисты группы вконтакте в описании под видео с вас лайки дизлайки подписки без отписок комментарии с меня контент извиняюсь за свое сопение всех тоже досюда смотрел обнимая парни хлопают плече в чему курсочек увидимся в следующей серии вольфенштейн the new order но пока что forever насчет безоговорочного не знаю посмотрим пока сложно судить надо будет чуть повысить сложность ну и там уже можно будет я думаю еще пару серий можно будет понять насколько она хороша пока что это очень годный боячок как-то так